рейтинги всякие статистические данные вот интересная тема на самом деле потому что статистика вещь такая упрямая и и под каким соусом преподнесешь вот под таким соусом она и переварится поэтому очень любят очень любят наши ватные смею всякие международные рейтинги нам пихать где казахстан конечно же никогда не занимает первые места самые счастливые страны мира на каком месте среди них находится казахстан ну понятно что не на первом не буду даже смотреть на каком меня заинтересовала то та страна которая находится на первом месте оказывается это финляндия финляндия у нас самая счастливая страна вот лидером в четвертый раз подряд даже в четвертый раз подряд стала финляндия не буду скрывать от моих подписчиков от моих слушателей я лично бывал финляндии безусловно я не удивлен этому результату действительно страна производит впечатление где можно быть счастливым но вот детали вот в деталях скрыто вот самое главное наверное потому что для меня лично первое самое такое сильное впечатление от финляндии от больших городов финляндии условно больших страна то маленькая то что собаки на два на улицах городов финляндии не лают я даже спрашивал у местных финнов почему это происходит оказывается финляндии есть закон который запрещает собакам лаять на улицу поэтому бездомных собак там по определению просто нет это вообще это вне закона животных понятно но вот почему домашние питомцы не лаят вот это вот это стало для меня как открытие ватные сми любят у нас собачью тему я не знаю откуда у них такая любовь к этой собачьей теме кто там где-то там собаку повешают то по дороге и протащат то кто и где-то их изнасилуют какая-то собака там попала в америку после всех этих приключений в казахстане вот это самая любимая вот на хрен гринюса это самая любимая собачья тема вот как этих бедных собачек вот притесняют в казахстане так вот я вот расскажу сейчас как решают собачьи проблемы в самой счастливой стране в мире в финляндии я тогда спрашивал у финнов как это происходит это происходит в три этапа вот я нашел на яндекс зене статью которая вот повторяет весь этот материал первый этап для собачек финских которые живут с счастливыми в счастливых финских семьях это резиновые намордники то есть намордник надевается на собаку когда она хочет лаять и этот намордник не дает ей это лают так спроектирован хитро ну это помогает в 50 процентов случаев второй этап второй этап если это не помогает резиновый То есть, этот резиновый наморник носится с самого младенчества собачками, надевается еще щенятами, и они привыкают не лаять, когда хозяин на это намекает. Но бывает так, что собаки этого не понимают, когда они вырастают, они начинают лаять. После этого хозяевам собак выдается электрический ошейник, вот такой вот замечательная вещь, электрошокер. Как только этот ошейник слышит собачий лай, он выдает такой короткий электрический импульс. Он такой болезненный, и хватает месяца, месяца буквально тренировок, и все вот оставшиеся собачки перестают лаять, по волшебству, можно так сказать. Но попадаются свободолюбивые собачки такие, которых электричеством не напугать. И методы в данном случае радикальные, тут два варианта, либо по закону, по афинскому закону, где живут самые счастливые люди, эту собачку либо вы обязаны усыпить, чтобы она не мешала спать соседям, либо должны подвергнуть ее хирургическому вмешательству. И этой собачке вырезают, в общем, в горле вырезают то место, с помощью которого оно лает. Это самый гуманный способ. И вот это, благодаря вот этим всем процедурам, в городах Финляндии, в городах именно, потому что мне сказали, что в сельской местности собачкам разрешено лаять, а в больших населенных пунктах, в городах, собаки абсолютно молчаливые. Нигде там, ни в Хельсинки, ни в других городах Финляндии, собаки никого не пугают, особенно детей на улицах, можно спокойно отправлять. Ни одна собачка не гавкнет на вашего ребенка, ни на детской площадке, ни на тротуаре. И это одна из причин, одна из немногих причин, по которым граждане Финляндии являются самыми счастливыми людьми на планете Земля. Все наши ватные СМИ, которые любят трубить о том, что то там, то здесь бедных собачек притесняют в Казахстане, делают только одну работу. Они не хотят, чтобы казахи были счастливыми на своей земле. Нужно бороться с этими ватными журналистами, нужно требовать в Казахстане финских законов для собак, я считаю. Запретить собакам гавкать в городах Казахстана, поднимать голос, вообще проявлять как-то себя со своими звуковыми децибелами. И тогда мы, может быть, станем чуть-чуть немножко такими же счастливыми, как граждане Финляндии. Ссылку на вот этот Яндекс.Дзен, хотя я не советую пользоваться сервисами Яндекса, но на эту статью про финских собачек и почему граждане Финляндии являются счастливыми людьми на планете Земля, я оставлю в описании к этому видео. Спасибо за ваше внимание, спасибо за ваши лайки и комментарии. Подписывайтесь на мой канал обязательно, подписывайтесь на мой инстаграм и фейсбук аккаунты обязательно, ссылки смотрите в описании к моему видео. И до новых скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok